Казанский федеральный университет подписал соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений с Международным финансовым центром Астана. Наша задача как инфраструктурных таких организаций оказать вовремя поддержку инновационным решениям. Само не пройдет, последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут остаться на всю жизнь. Насколько безопасна и эффективна вакцинация? И спутник В, и другие вакцины, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Кому выгодно слияние двух крупнейших нефтегазохимических компаний России и как такая монополия отразится на внутреннем рынке? Выручка у Сибура за 2020 год составила 523 миллиарда рублей. В Таифе за тот же год 582 миллиарда. Работают в Сибуре порядка 22 тысяч человек, в Таифе 38 тысяч. Всем привет! В эфире универ-ниуса в студии Мария Журавлева. В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась встреча премьер-министра Кыргызской Республики Улубека Марипова с представителями деловых кругов. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обсудил возможности сотрудничества с министром энергетики и промышленности Республики Кыргызия. Мы хотим изучить возможности сотрудничества в сфере разведки, добычи нефти, в сфере разработки существующих месторождений, совершенствования технологий разработки, в сфере подготовки и повышения квалификации наших специалистов. И хотели бы обсудить возможные направления дальнейшего развития наших взаимоотношений. Казанский федеральный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Международным финансовым центром Астана. Подробности далее. Визит гостей из Казахстана начался со знакомства с историей Казанского университета. Одним из приоритетных направлений центра Астана являются зеленые финансы. Это реализация экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов, требующих инвестиций в образование будущих специалистов. Для новых компаний из 60 стран требуется подготовка кадров. Причем кадры новой формации, те, которые знают понятие криптобиржи, криптовалюты, те, которые знают систему зеленого финансирования, исламского финансирования. С принятием Парижского соглашения тоже сейчас начинаем проекты по экообразованию, то есть поток специалистов в области экологического менеджмента. Тоже эта ниша является для многих университетов открытой. И поэтому думаю, что ваш университет, как флагман российской науки, поможет и вместе с вами будем готовить специалистов для 21 века. Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев отметил, что Казанский университет готов создать специальную образовательную программу для подготовки климатических менеджеров и специалистов в области зеленого финансирования. Генеральный директор Павел Коктышев добавил, что это будет первое сотрудничество компании FinTech Hub с университетом. Наша задача как инфраструктурных таких организаций оказать вовремя поддержку инновационным решениям или инновационным стартапам. Есть кейсы, когда компании из Татарстана, компании из Казахстана, инвесторы взаимодействуют, но это пока единичный случай. Учитывая, что они есть, то есть теперь на системном уровне мы бы хотели поработать с университетом. Встреча завершилась подписанием соглашения об установлении долгосрочных партнерских отношений между Казанским университетом и Центром зеленых финансов. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Лучше просто переболеть. Стоит ли вакцинироваться и как скажутся на здоровье последствия перенесенного заболевания? Расскажем в следующем сюжете. Прививаться или переболеть. Директор научно-клинического центра «Перецизионный» и регенеративной медицины Казанского университета Альберт Резванов уверен, что все современные вакцины достаточно безопасны и эффективны. И даже если они не смогут на 100% защитить от какого-то заболевания, то существенно снизит риск тяжелых последствий. На самом деле уже провели эксперименты и показали, что и спутник В, и другие вакцины, которые формируют иммунитет на полный шпиличный белок, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Вирус поражает не только легочную систему, но и весь организм. Могут поражаться и сердечно-сосудистая система, и желудочно-кишечный тракт, и нервная система. Прежде всего страдает иммунная система, которая отвечает в целом за защиту организма. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже 17-18 века активно мы знаем, и такие уж мировые истории борьбы с инфекцией СОСП и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь. Заведующий кафедрой физической химии Казанского университета Борис Соломонов сам переболел коронавирусом на 74-м году жизни. В больнице он пролежал практически месяц и не понаслышке знает, каково это – болеть ковидом. Поэтому он считает, что лучше привиться, нежели чем пережить все это. Мне кажется, молодые здесь тоже должны ощущать необходимость. Если ты живешь в семье, ты должен ощущать ответственность, что ты можешь эту заразу принести, потому что мы все общаемся. Желающие привиться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-300. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Универньюз. В рамках Года науки и технологий Республики Татарстан в Казанском университете был организован кинопоказ немецкого документального фильма. Нами сегодня выбран фильм под названием «Откуда берутся деньги?». Очень символично, что мы этот фильм показываем именно в Институте управления экономикой и финансов. И будет очень интересно услышать мнение будущих профессионалов. Две крупнейшие нефтегазохимических компаний России, Сибур и Таиф, объединяются. О том, спровоцирует ли монополию рост цен на внутреннем рынке, расскажем в следующем сюжете. На базе ПАО «Сибур Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «Таиф» получат 15%. В замену они передадут новой компании контрольный пакет акций «Таифа» 50% плюс одна акция. Наше студенческое сообщество интересует эту тему безусловно. Во-первых, генеральный директор АО «Таифа» Руслан Шагабудинов – выпускник юридического факультета Казанского федерального университета. Во-вторых, группа компаний «Таиф» представляет собой крупнейшее предприятие в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслях Татарстана. А значит, это большое количество рабочих мест для наших студентов и выпускников в этой области. Казанский федеральный университет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий готовит квалифицированных специалистов для работы по этому направлению. Мы пообщались с заведующим кафедрой финансовых рынков и финансовых институтов, заместителем директора по научной деятельности Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Ленаром Софиульным. Он рассказал нам, продолжит ли сотрудничать с объединенной компанией «Таиф» и «Сибура» с КФУ. Здесь уже в рамках сотрудничества, я думаю, изменений и политики, и взаимодействия не будет, потому что Казанский федеральный университет и «Таиф» – это основные контрагенты, которые находятся на территории республики Татарстан, где осуществляется и основная деятельность, здесь и рабочая сила, поэтому и студенты, я думаю, могут не беспокоиться о трудоустройстве в этой компании в будущем. Теперь только, возможно, это будет под эмблемой «Сибура». Выручка у «Сибура» за 2020 год составила 523 миллиарда рублей. В «Таифе» за тот же год – 582 миллиарда. Работают в «Сибуре» порядка 22 тысяч человек, в «Таифе» 38 тысяч. Так почему же тогда «Сибур» поглощает «Таиф» и забирает контрольный пакет акций, а не наоборот? Данная сделка была обоюдная, носит финансовый характер. Стандартная сделка слияния-поглощения, поэтому торны, я так предполагаю, имеют взаимовыгодные цели этого процесса с целью дальнейшего развития обоих компаний. Объединение может спровоцировать рост цен на внутреннем рынке, потому что фактически два крупных игрока создают монополию, что приводит к значительному снижению конкуренции. Ну, во-первых, это будет крупнейшая компания, а крупные компании, в частности, монополистические компании, они имеют возможность за счет эффекта масштаба повышать свою экономическую эффективность, поэтому мы считаем, что это очень хороший путь. Есть те, кто считает сделку необходимой для «Таифа», потому что в противном случае компанию бождала стагнация. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в свою очередь отметил, что после объединения в ближайшие 3-4 года объемы производства Нижнякапс, Нефтехима и Казань Оргсинтеза должны вырасти в два раза, а значит больше рабочих мест, больше финансов будет поступать в республику, что существенно может сказаться на экономике в положительном ключе. Илья Андреев, Ленар Довлесьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok